Приветствую вас. Вы знаете, если вы готовы бороться за мужчину, да, если вы готовы бороться за этого юношу, то для начала стоит собрать информацию о нем, всю, какая вообще есть, кто, чем увлекается, что ему нравится, какие девушки его привлекают и так далее. Сделайте это. Если сделаете это, то, соответственно, сможете скорректировать свое поведение и отношения так, чтобы ему понравилось. Но нужно понимать, что есть только игра между отношениями невротическими, то есть такими, которые стимулируются личными желаниями человека и отношениями свободными, когда я хочу просто сделать другого человека более счастливым, счастливым. Вот. И я понимаю, что, как бы, человек просто не знает о том, что я могу сделать его более счастливым, и не обращает на меня внимания, но я постараюсь, чтобы он на меня внимания обратил, чтобы сделать его счастливым. То есть, когда вы делаете для себя, потому что хотите вы это одно, когда вы делаете для другого, потому что так будет лучше другому, и вы всегда готовы отступить. Это совсем иначе. И вам нужно честно спросить себя, «А для чего я делаю это? Для чего я хочу понравиться человеку? Зачем мне пытаться понравиться ему?» Вот. Понимаете? Какая история. Вот, исходя из этого, исходя из вот того, что я сказал, да, и можно, собственно, уже действовать. То есть, можно двигаться, можно что-то делать, можно к чему-то стремиться, можно какие-то шаги предпринимать. Либо по, ну, либо по завоеванию его, либо по обращению внимания на вас, вот, и так далее. То есть, это вот то, что вы реально можете сделать. Если вдруг вы понимаете, что хотите вы это сделать для себя, потому что, ну, вот, вам нужно, чтобы он обратил внимание на вас, то тогда, конечно, имеет смысл не обращать на него внимания, а подумать именно о себе скорее. То есть, что со мной происходит? Почему я хочу обратить на себя внимание от того, кто на меня внимания не обращает? То есть, с чем это связано? Какая моя потребностная сфера в этом замешана? Ибо, нужно понимать, что вот как это происходит у вас сейчас, да, то есть, ну, вот, то, что вы хотите, вот, чтобы человек обратил на вас внимание. Это неплохо. Что это могло бы быть и хуже. Гораздо. Да? Ну, вот. То есть, здесь у вас говорят желания. Ваши. Но, как вы сами понимаете, желания нужно идентифицировать. Чтобы грамотно удовлетворить. Вот. Поэтому, я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Ну и небольшое дополнение будет, это, на всякий случай, чтобы вы просто знали, что, что бы вы ни делали, как бы вы не организовывали бы свою деятельность, то есть, ну, сколько бы вы не узнавали информацию о человеке, там, и так далее, вот, всё равно есть вероятность того, и она большая, вот, что он не обратит на ваше внимание всё равно, просто потому, что вы не в его вкусе. И вот здесь, конечно, очень важно для вас определить, как вы воспринимаете то, что вы ему не нравитесь. То есть, вы воспринимаете ли вы это негативно, или, значит, ну, спокойно относитесь к этому и просто спрашиваете. То есть, что вы чувствуете, что вы чувствуете от того, что вы не нравитесь ему. Вот подумайте на эту тему. И уже исходя из этих чувств, можно будет дальше, дальше, с вами, с вами вести беседу. То есть, вести вас, вести вас к пониманию ситуации и к пониманию себя, а также к пониманию того, как это всё стало возможным, что вы гонитесь за тем, кто вами не интересуется. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачу.